Всем привет, ребята! И сегодня мне бы хотелось показать вам последние свои новинки корейской косметики. В общем, те вещи, которые мне очень понравились, и те вещи, которые мне не очень понравились. В общем, будет много новой корейской косметики. Если вы тоже любите корейскую косметику, то, конечно, заставайтесь. Здесь будет очень много достойных продуктов, очень даже бюджетных. Поэтому, думаю, что для вас это должно быть полезно. В общем, да. Если вам интересно такое видео, то давайте начнем. В общем, вся эта косметика, которая у меня есть, и которой я хочу с вами сегодня поделиться, Пришла мне из интернет-магазина Pandao Вы часто спрашиваете, где я заказываю корейскую косметику Какие магазины самые нормальные, самые лучшие Так вот, это один из тех магазинов, из которых можно заказывать корейскую косметику И еще совсем недавно на Pandao не было корейской косметики А сейчас она появилась И там даже можно найти косметику от BTS То есть коллаборации VT Cosmetics и BTS Вы тоже меня очень много раз спрашивали, где можно найти косметику от BTS Теперь ее можно найти на Pandao Поэтому обязательно заглядывайте и ищите там корейскую косметику И также, если вы что-то хотите заказать, то обязательно пользуйтесь промокодом Он дает вам скидку 15% и действует, по-моему, до 15 мая Поэтому вы еще что-нибудь успеете заказать по скидке Итак, первые две вещи, это мои абсолютные фавориты последнего времени Я прям их обожаю и не знаю, что я буду делать без них Наверное, я буду их повторять постоянно Это два геля для душа Первое, это такой авокадо гель для душа от Holika Holika Я люблю Holika Holika, но не все ее продукты Но вот этот гель для душа, он просто божественный Во-первых, у него очень удобная вот эта помпа С помощью которой можно его набирать Это прямо очень удобно, не нужно ничего выдавливать Не нужно там как-то приноровиться к этому В общем, понимаете, очень удобный дозатор И расход из-за этого очень экономичный Потому что вы несколько капелек надавили Все, можете этим, собственно, мыться как хотите Пахнет безумно приятно Просто шикарно Не вызывает никакой сухости кожи или что-то такое В принципе, это обычный гель для душа Но в таком огромном объеме вам хватит на очень и очень долго Следующая вещь, это алоэ, гель для душа Я знаю, что вы все уже видели вот этот вот алоэ-гель Который все используют Который один из самых популярных, наверное Но вот этот гель для душа с алоэ Вы вот не представляете-ка, насколько вкусно он пахнет Он пахнет как арбузик Вот не как алоэ, именно как арбузик Вот у меня чистая ассоциация с ароматом арбуза И настолько приятно по утрам на себя его наносить Потому что ты сразу становишься свежий, бодрый Следующая вещь, это такой вот супер-гипер просто Должен быть увлажняющий, очищающий крем для лица Его нужно наносить на лицо, собственно Смывать с него там макияж ваш Какие-то остатки макияжа И потом удалять теплой водой В общем, по сути, это должно быть очень увлажняющее средство Я им еще, честно, не пользовалась Вот как-то руки до него не дошли Но хочу уже его попробовать Напишите мне, пробовали ли вы вот эту штуку от Тони Молли Мне кажется, она должна быть очень неплохой Потому что я почитала отзывы, говорят, что она вполне хорошая Следующая, это вот такая вот ручка-консилер от Холика Холика Мне эта вещь, честно, ну, как-то не понравилась Не знаю, просто мне не зашла Во-первых, что мне не понравилось Она очень белая Вот очень белая Я не знаю, просто невероятно белая Что даже для моей светлой кожи это слишком белая штука Она ничего не перекрывает Вот что странно Ее нельзя нанести ни на прыщики, ни на синяки под глазами Она как бы ничего абсолютно не делает Ты ее наносишь, ее как будто нет И несмотря на то, что она очень белая Это все равно не работает То есть, по сути, она такая светлая-светлая Должна там перекрывать что-то и так далее Но, в принципе, мне не понравилось Она должна перекрывать такие более красные какие-то участки кожи То есть прыщики, еще что-то Ничего не перекрывает, не знаю Я просто ее не поняла Она какая-то очень жидкая Но пахнет, пахнет потрясно Вот просто очень вкусно пахнет Поэтому, не знаю, я бы не советовала Нестойкая вещь, не перекрывает Ничего абсолютно не делает, просто какая-то белая вот незаметная штука на вашем лице будет Если вы ее возьмете для себя Следующая вещь, это вот такая вот двойная тушь То есть, здесь есть две фазы ее нанесения И эта вот компания Производитель косметики для меня неизвестна У меня, кстати, несколько продуктов есть вот от этой компании Я их протестировала В принципе, мы о них поговорим позже Но первое, что я тестировала, это вот эта тушь Здесь есть две фазы Которые нужно носить наверх и вниз Я могу сказать, что эта тушь делает ресницы очень длинными То есть, она их удлиняет достаточно хорошо Но она их абсолютно не разделяет И ложится на ресницы как воск Поэтому, если у вас непослушные ресницы Если они у вас там в разные стороны Если они у вас не подкручены Если они у вас вниз смотрят То эта тушь вам не подойдет, как мне кажется Но если ваши ресницы прокручены Они у вас такие пушистые, объемные И вы просто хотите их немножко удлинить То вот это то, что вам нужно Это правда очень классная вещь для того, чтобы удлинить ресницы Следующая вещь тоже мой просто безумный фаворит Я обожаю эту вещь настолько, что не описать словами Она тоже, кстати, от той же компании, что и предыдущая тушь Вот что-то для меня это новое было Решила несколько продуктов попробовать Это глиттер для глаз Я уже делала, по-моему, с ним макияж Недавно, может быть, несколько недель назад И это глиттер, вот то, что я использую сейчас, наверное, практически во всех своих макияжах Если хочу сделать их поярче Этот глиттер очень стойкий Он просто нереально круто сияет Красиво смотрится С ним можно сделать сияющие стрелки Можно полностью на все подвижное веко нанести Ну, короче, классно освежает макияж Очень круто держится И можно даже его чуть-чуть подрастушевать Если вот как-то вам хочется, чтобы он, например, смотрелся не таким вот пятном блестящим То он даже немножко растушевывается То есть бывает так, что глиттеры, они застывают Все, вы их никуда не можете убрать Но вот этот глиттер, есть шанс, что вы его пальчиком чуть-чуть можете подрастушевать И как бы регулировать его интенсивность Вот этот глиттер, что-то нереальное Я хочу другие цвета этого глиттера найти И просто использовать их каждый день Настолько эта вещь мне понравилась Вот серьезно Это просто фаворит на все времена, наверное Следующая вещь от той же компании Это такой красно-кровавый тинт для губ Ну, в общем, такая помада для губ, я бы сказала Она не кремовая, не матовая, что-то среднее Но она очень круто не то, что даже сияет, как глянется А просто делает губы такими сочными-сочными И мне нравится, что эта стойкая штука Дает очень красивый оттенок и легко наносится Вот что самое важное, чтобы такие вот вещи, они легко наносились Потому что если вы новичок в макияже Если вы как бы не знаете, как наносить красную помаду Ну, в общем, не умеете работать со всем этим делом Эта штука круто наносится Она не растекается То есть не оставляет такие подтеки постепенно после себя То есть не стекает вниз по вашим губам Хорошо достаточно держится и очень круто смотрится на губах И не сушит их, что самое главное Поэтому мне понравилось Следующая вещь это матовая помада от Холика Холика Вот эта матовая помада в форме сердечка Она такая кроваво-красного оттенка Мне абсолютно не понравилось то, как она наносится Ее неудобно наносить Она неравномерно распределяется Немножко плешивит, поэтому с ней нужно поработать Но она стойкая и оттенок красивый Поэтому я могу ее рекомендовать только если вы будете наносить ее кистью Плюс вот эта вот неудобная форма сердечка Опять же, если бы она была просто как обычная помадка по форме То есть стандартная, которую мы привыкли видеть Это было бы намного удобнее Но вот это сердечко, оно не очень удобно для того, чтобы наносить вот здесь вот на бантик Или где-то вот, например, в уголках губ Короче, не знаю Следующая вещь это та вещь, которую я, надеюсь, поняла правильно Это такой иллюминайзер от Тони Молли Вы можете его, в принципе, добавлять в вашу тональную основу Можете его наносить на вашу базу под макияж И ваша кожа будет сиять Он безумно вкусно пахнет Вот просто нереально вкусно, я бы сказала И вот эта штука круто подсвечивает кожу именно естественно То есть не так, как хайлайтер, не так, как какие-то блески Даже если вы будете наносить это просто на свое лицо Допустим, там вот сюда, там на нос, еще куда-то Чтобы просто на чистой коже без тональной основы создать естественное красивое сияние Эта вещь прям вот для этого создана То есть как будто вы с утра встали, и ваша кожа правда сама по себе так сияет И имеет вот такой здоровый цвет лица, очень классный И эта штука круто работает, если у вас на лице, например, какие-то шелушения есть Она отвлекает от них внимание, она их как-то сглаживает И для сухой кожи это прям то, что я рекомендую Если вы хотите сияющую кожу, возьмите эту штуку, вы не пожалеете, она очень крутая Ну и последняя вещь, это такой гелевый мусс для губ в оранжевом оттенке Я вам уже его тоже показывала, делала с ним макияж Мне очень нравится, что вот этот мусс, он смотрится как просто естественный оттенок ваших губ Он не сушит губы, приятно их, так знаете, увлажняет вначале, когда вы его наносите Но потом он постепенно становится таким более матовым То есть он не сияет, как-то не блестит, он становится более матовым И мне нравится его гелевая такая текстура, потому что, правда, его очень приятно наносить И он пахнет просто потрясающе Не знаю, все вот эти продукты корейские, они всегда потрясающе вкусно пахнут В принципе, как и вот этот вот иллюминайзер Следующая вещь Я, к сожалению, не помню, что это за компания, что это за помада В общем, не знаю, даже просто выбросила коробочку, а тут нигде не написано Вот это минус для этой компании, что у них нигде не написано, что это за помада Я сейчас не могу вспомнить, но мне очень понравилась эта помада своим оттенком Мне не идут такие кораллово-красные оттенки Но если сделать невроский макияж глаз, то, в принципе, даже и для меня это будет смотреться нормально Если вы любите кораллово-красные оттенки, то вот эта помада матовая Она даже не то, что матовая, она, в принципе, вот что-то между, как мусс какой-то, я бы сказала Эта помада наносится очень легко Она также очень стойкая и оттенок у нее прекрасный Но не всем он, конечно, может подойти, хотя коралловый это тренд этого года То есть коралловый оттенок назван будет цветом года Так что вот что-то подобное можете присмотреть для себя Я постараюсь найти, что это за помада, но не уверена В общем, да, это все, что я хотела вам сегодня показать Абсолютными фаворитами этого видео, конечно же, становится иллюминайзер И вот этот вот глиттер для глаз Он нереальный, как вот эта штука И, в принципе, они такие обе сияющие, мне очень нравятся В общем, да, если вам понравилось это видео, то, конечно же, подписывайтесь на канал Ставьте пальчик вверх этому видео И я надеюсь, что вы что-нибудь новенькое для себя узнали Какие-то новые продукты вы захотите попробовать Потому что я большой фанат корейской косметики И перепробовала, мне кажется, уже очень много продуктов Но постоянно нахожу для себя что-то новое В общем, да, увидимся очень скоро И всем пока-пока